МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не дать возможности завладеть деньгами на сумму около 80 миллионов гривен второй год подряд. За сами киберпреступления ответственность не столь высока. Это, естественно, в большинстве случаев штраф, условное наказание по исключительно киберпреступлениям, там, 6 лет лишения свободы. Но по нашим делам в прошлом году люди осуждались и на 10, и на 12 лет, потому что они совершали вместе с киберпреступлениями и совершали и иные преступления. Вопрос цензуры в интернете на самом деле очень многими понимается крайне неправильно и искаженно. Если говорить о цензуре, то нужно понимать под этим какие-то запреты, которые фильтруют информацию. Под цензурой понимаются абсолютно все сферы, хотя на самом деле цензура вообще относится к политике, к политическим вопросам. Можно попытаться защитить ребенка, и точнее нужно пытаться защитить ребенка силами родителей. Но не все родители разбираются в настройках компьютера, и поэтому им самим установить даже бесплатное программное обеспечение, которое закроет какие-то ресурсы для доступа, достаточно сложно. Ну, по крайней мере, каждый родитель должен хотя бы знать, что есть такая проблема. К сожалению, многие провайдеры достаточно сдержанно это делают, потому что это повлияет на себестоимость оказываемых ими услуг и, естественно, приведет к удорожанию их продукта. Информация о человеке в сети и информация, персональные данные, которые человек добровольно размещает в сети, создает для мошенников огромное поле для деятельности. И сейчас уже, наверное, изменить это будет не очень возможно. Поэтому защищаться нужно путем совершенствования своих знаний. Это первое, потому что каждый человек, который не понимает, что он делает, он уязвим. Во-вторых, конечно же, нужно предпринимать технические меры защиты. То есть это антивирусное обеспечение, обновление программного обеспечения. Вот, кстати, все, кто пользуется, пользуясь случаем и возможностью, могу сказать, что те, кто пользуется Windows X 8 апреля, с каждым днем становятся все менее и менее защищенными, потому что компания Microsoft прекратила техническую поддержку всех средств безопасности своей системы. То есть на сейчас она не стала хуже, но с каждым днем, потому что будут выявляться новые и новые дыры, новые и новые уязвимости, и с каждым днем эта система будет все уязвимее и уязвимее. Поэтому целесообразно следить за этим вопросом и переводить на более новое программное обеспечение. Первая рекомендация — не писать во все инстанции, а прийти в свой райотдел и там обратиться с заявлением. Так будет быстрее. Ну, параллельно, естественно, можно написать на сайте как информирующую информацию, которая просто позволит оперативно отреагировать на какое-то событие, связанное с мошенничеством, и мы хотя бы будем знать о том, что, ну, наше подразделение будет знать хотя бы о том, что такое заявление было написано. И мы об этом узнаем быстрее, чем оно может быть внесено в единый реестр, потому что на внесение в единый реестр дается сутки. То можно посоветовать не привязывать свою карту, если ты пользуешься интернет-банкингом, не привязывать карту к телефону, который является публичным. То есть, например, человек пишет объявление в интернете о продаже автомобиля или какого-то другого своего товара. Он вместе с номером своей карты, на которой просит прислать деньги, указывает и номер телефона контактного. Если этот номер телефона связан с картой, то у мошенников появляется возможность завладеть сим-картой и этим номером телефона, после чего они получают возможность управлять счетом. Вопрос введения цензуры в интернете, скорее всего, лежит в поле решений законодателя Верховной Рады Украины. Из общеизвестных источников доподлинно известно, что в настоящее время профильные комитеты Верховной Рады, а также ряд народных депутатов работают над этим вопросом. Вопрос ввода цензуры, например, в интернете детской порнографии, его однозначно надо вводить. Наши дети не должны этого видеть. Вопрос ввода цензуры на распространение в интернете каких-либо насильственных действий любой страны, невзирая ни на какие политические ситуации, однозначно вводить надо. Вопрос цензуры, распространения оружия, наркотических средств в интернете, конечно, цензуру вводить надо. Поэтому понятие цензуры, наверное, должно быть как-то сформировано, рассмотрено нашими депутатами. После этого, я думаю, будет принято соответствующее решение. Первое и основное, то, что родители сами должны все равно следить за своим ребенком и постоянно видеть, на какие сайты он заходит. То, что касается взрослых, самый простой способ. Не заходить на сайты, смысл которых непонятен, без надобности. Не заходить на сайты, которые расположены не на украинском сегменте интернета. Никогда не отвечать ни на какие письма электронные, которые вам пришли от людей, которых вы не знаете. Ответ на это письмо может быть сигналом к свободному входу в ваш компьютер. Также на сегодняшний день очень много есть так называемых всплывающих окон. Некоторые из них абсолютно безопасны, это просто реклама. Но если вы видите любое всплывающее окно, смысл которого вам опять непонятен, на него не надо реагировать. И самый действенный на сегодняшний день способ обеспасить себя и свой компьютер в интернете при каком-либо всплытом окне на вашем компьютере или что-либо, то, что вы не можете понять, зачем произошло, я бы рекомендовал просто загрузить перезагрузку компьютера. Выделяем весь противоправный контент, который есть в украинском сегменте интернета, пытаемся его анализировать, формировать и оповещать об этом профильное наше управление. И второе направление, по которому мы работаем, это мы полностью оказываемся действием, насколько это возможно, в поиске детей, пропавших без вести. Наверное, нужно пользоваться теми сайтами, которые известны, которые созданы не вчера, которые уже проработали несколько лет. И мы знаем о том, что наши друзья, знакомые, родственники приобретали там товары и никаких вопросов не было. Потому что действительно открываются сайты, как говорится, однодневки, люди берут либо часть предоплаты, либо полную оплату, потом исчезают. Поэтому здесь человек, который заказывает, должен понимать, куда он делает заказ. Следует обратить внимание на то, на каких условиях предлагается к продаже покупки товар. Если его цена ниже рыночной существенна, и тем более, если требуется предоплата, или хотя бы ее часть, пользователь разместил этот товар недавно, и, например, в больших количествах, это тоже должно сразу же приниматься во внимание и требует дополнительной проверки. Всегда нужно обращать внимание, когда с тобой ведет переговоры один человек, а предлагает оплатить на реквизиты другого, придумывая различные оговорки, что это сын, брат, кум, муж, жена и так далее. Если человек от своего имени ведет переговоры, представляется с собой, и предлагает чужие реквизиты, это тоже должно сразу наводить на мысль, а вдруг это мошенники. При факультете подготовки фахистов для борьбы с киберзлочинностью и другими людьми было створено навчание-тренувальний центр борьбы с киберзлочинностью и мониторингом киберзлочинностью на громадских засадах, которые действуют в позаврочный период. То есть курсанты, которые учатся в университете, не только этого факультета, мают возможность заниматься борьбой с киберзлочинностью после навчания. Накладка на клавиатуру, накладка на картку. Накладка снимает информацию в пин-код, накладка снимает информацию в магнитную строчку. Они работают вместе. Информация передается через Bluetooth на SD-карточку. Зачинник забирает информацию из этих накладок так и за двумя Bluetooth.